Привет, ты крутый классный раз зашел на Ясен. Меня зовут Юрий, и сегодня у нас третий по счету хоррорец под названием МОЛД. В переводе означает плесень, либо формочка. Формочка литейная, либо какая хочешь формочка, в принципе. Джек и Сара живут на ферме, изолированной всего. Когда кто-то оставляет мистическую коробочку возле их порога, все начинается, все начинает идти по пизде. Внутри коробочки какой-то древний амулет, происхождение которого неизвестно. Амулет имеет очень ужасное проклятие. Это мы узнаем прямо сейчас. Давай, начинать. Я тебе озвучу просто этот VHS-фильтр. 166616. Как всегда. Ой, звучечек надо сделать. МОЛД. Какая музяка. Direction and Creation, Рафаэл Браза. Ну, как всегда. Как всегда. Executive Director, Ясмин Бамфин. Вот чьяк Бовчик. И музыка Карла Кейси. А, в главных ролях... Пенни с душилим. Сука, блядь. Пенис душилим, блядь. Начинаем. Итак. О! А, да, Джек и Сара. Это скорее всего... Это точно не пенис душилим. Это скорее всего Джек. А мы играем за Сару. У нас на стенке просто так... Не возле каких трофеев охотничьих вот так на пиздатой здоровой стенке висит дробовик. Нахера он там нужен? Непонятно. Потому что это по-любому не охотничий дом. И не дом охотника. Потому что трофеев мы, как я уже сказал, не видим. Но дробовик почему-то есть. Если он для защиты, то он не должен здесь висеть. Он где-то должен быть в огромном месте. Например, в сейфе. Если грабители зайдут сюда, вломятся, они... Ещё и двери, блять, стеклом. Он просто увидит, что тебя дробовик на стене возьмёт. И на, захуярит тебя этим же дробовиком. Ну, если, конечно, он не заряжен. Но если он не заряжен, то он тебя просто ним отпиздит. Итак. Знакомые текстуры. Они нас преследуют ещё с первой игры. Вот эти вот шкафы. Но они какие-то минимизированные. Немножко... Немножко не уменьшены. Давайте пока что Джека не будем трогать. Мы пройдёмся. Он телек какой-то смотрит. Так. Джек, блять, не мешай. Я здесь рассказываю. Успокойся. Хватит гладить свою невидимому кота. Итак. Холодильник, который не открывается. Плита с девятью конфорками. Ебануться, блять. Ебать. Девять конфорок ты видел? Это где-то такое вообще. В Азии. Азиатские вот конфорки. Да, вот там вот такая вот конфорка. На ней можно, я не знаю, олимпийский огонь разжигать. В Европе, ну вот, там, я не знаю, ну, четыре конфорки. Ну, шесть максимум. Ну, блять, чтобы девять, сука. Охренеть. И половину из них включить нельзя, потому что здесь всего семь. Семь ручек и одна по-любому из них для духовки, а шесть остальные для шести конфорок. А, остальные три, так, бутафорские. Не для чего, в принципе. Круглый стол с квадратными углами. Никогда такого не видел. Посуду, блять, не помыл. Джек, ты что, охренел? Хотя я здесь баба, я должен посуду мыть. Нет, я, конечно, за равенство полов, поэтому посуду должны мыть оба. Первая, конечно же, девушка. Итак, склад овощей, продуктов. Ага. А у нас Сара тоже садится. Капуста какая-то, алия. Почему овощи? Овощи. Хотя лето, можно овощи, в принципе, и снаружи ложить. Но я в холодильник. Я всегда овощи в холодильник ложу. Кладу. I put it in the fridge. Итак. О! Мусорка без дна. Бездатая мусорка. Так, ну, бедновато живут люди. Конечно, книжек у них много. Если бы я не знал, что я здесь живу, я бы подумал, что это какая-то библиотека, либо читальный какой-то зал. Давайте зайдем на второй этаж, посмотрим, что у нас там сверху, да, и валяется. Охренеть, какая здоровенная хата. Давайте здесь включаем. Мне уже нравится эта серия, потому что я здесь не один. У меня здесь есть Джек. Ну, я надеюсь, что он не обезумеет и не просто не отпиздит меня. Я надеюсь, что он хороший семьянин, хотя у нас семьи нету, я не знаю, мы женаты или нет. Нам написано, что мы просто Джек и Сара, а какие узы нас связывают, боже, какая убогая ванна, блядь. Это просто зайдешь в обморок, упадешь, вот так покрутил головой, нахуй, в кому упал, не знаю, на года четыре, это точно. Кто ставит электрическую вот такую вот лампу в ванную комнату? Здесь пара, она же накроется, возгорание будет, сгорит, все. Ну вот, а в душ можно как-то зайти, нет? Ни дверей, ничего, просто стеклянная коробка. Как хочешь, так и мой. Ладно. О, шухляды. Бесполезны по-любому, потому что с первой серии, я помню, там ничего не оказалось, ничего там не было. Да, книг, конечно, жопа, но я не знаю, умные они люди или нет. Ну, не умные, а эрудированные. Они могут быть необразованными, но могут быть эрудированными. Боже, какая природа, как замечательно. Я бы тоже вот, везде свет включу. Я бы тоже вот за городом жил, круто, птички поют. Нет вот этих суматохи, от этих вот машин везде, от этих крик, крик, кричащих, крикущих, детей, где хочешь. Аварии, всякие пьяные мужики, хотя за городом тоже пьяные мужики, но их там меньше. Так, ладно. Опа, Джек, это снейл кик, что ли? А, он играет в игру. Я думал, он кота гладит невидимо. Охренеть, это что, Донди? Можно с тобой сыграть? Джек, ты что охренел? Ты почему девушку не приглашаешь играть вместе? А я тебе вот так вот, за хреначью экран, чтобы я ее не видел. Ты сможешь играть? Джек у нас профессионал, ты смотри. Он может играть в игру, не глядя даже в экран. Ну, то есть, он смотрит в экран, но очевидно, я его загородил. Итак, я не знаю, вот эти вот реплики, они как бы должны что-то проговаривать, но такой звук, как будто я чужой. Либо с чужим говорю, либо я сам чужой. Так, Джек, доброе утро, солнышко. Тебе что-то нужно? А, привет, дорогой. Ты можешь пойти в город купить что-то пожрать? А, конечно, солнышко. Я пойду прямо сейчас. Опа. За конь, вот так. Такого не может быть. Он не может так быстро выключить игру. Он даже не сохранился. Наебал его. Так, ну он тоже уходит так, как будто я его вижу в последний раз. Пока, Джек. Джек, закрой дверь. Долбоеб. Опа. Квыркует ворона, ты видал? Ту-цу-цу-цу-цу-цу-цу-цу-цу-цу-цу. Ого. Ни хрена себе, у нас даже машина есть. С белой тренировкой, блядь. Ты видал? А-ха. Джек, ты ворону передавил, сука. Она улетела. А что это за линии такие непонятно? Это линия электропередач? Уехал. Просто в небытие, блядь. Сейчас где-то в лесу застрянь. Сюда. Сюда. Да у нас еще и хозяйство есть, но и свиньи. Ван Гои, они умрут. Отвечаю, они умрут. Пиздац. Здорово. Ладно, не буду свиней трогать. Они, в принципе... Воняет от них это в любом случае, потому что у меня когда-то соседи были. Они разводили свиней, но был такой запах. Специфический. Свиньи, как бы животные, они... Так. Я пойду покормлю свиней, они должны быть голодные. Хорошо. Я даже знаю, чем накормить. Помидор, яблоко, грец. Винцо. Коробка. А что им давать-то? А что им дать пожрать, слышь? Сар. Как их кормить? Есть здесь какое-то... Ну, вот ведро я вижу. Та ху, слышь, какая-то громкая. Свинюха, подожди. Где-то что-то должно быть, да? Бай, какая здоровенная домина. Ну, дизайн, конечно, такой бомжатский. Хреново, хреново сделан. О, сарай, да? Что-то здесь должно быть. Наверное, тут что-то нужно взять. Да, я вижу, даже мухи летают. Вот. Пигвош. Непонятно, что это. Опа, покорми. Ой, ебаня, не походу это. Правильно, блядь. Кидай вместе с пакетами, пусть жрут, блядь. И потом срут пакетами, блядь, перетеленами. Все правильно. Так, но они не голодные. Они пакеты не жрут. Дура, ебаня. Если ты не знала, то свиньям нужно давать какие-то вот... Отходы. Ну, я знаю, что это отходы дала Сара, но нужно как бы с пакета их сначала вытряхнуть. Потом пусть едят. Так, Джек уехал. Джек уехал, и он слишком долго едет обратно. Почему-то. Очень долго едет. Уже ночь, но он еще не приехал. Может, позвонить ему? Может, телек включить? Может, дроповик взять? Так, что делать? Что дальше делать? Как темно. В этот раз в доме прям необычно темно. Кто здесь не моется? Нет. Бар. Так, и что мне делать? Сара вроде... А, свеча? А нахрена она нужна? Чтобы было светлее. Логично. О, чердачок. Смотри. Нельзя. Ага. Во как. О чем мы здесь увидим, интересно? На чердаке. Ага, я помню. История у нас такова. Нам кто-то должен прислать амулет возле порога. Значит, нам нужно идти на порог и посмотреть, лежит ли там амулет. А он-то по-любому лежит. Нет. И это... Джек? О, наконец-то, смотри. Джек, наконец-то, приехал. Здорово! Давай! Езжай быстрее. Как колымага такая, конечно. Медленная очень. Что это за модель? Какой-то... Вагон от поезда. Надеюсь, он купил пожрать. Я не знаю, конечно, как можно этой колымагой куда-то доехать с такими окнами, которые не видишь, куда ты едешь вообще. Здорово, Джек, куда ты смотришь? Да, заебатое красное небо. Пошли. Идем. Давай, по-гоу, Олег. Гоу. Гоу inside, Джек. Наконец-то. Я буду не один. Мне аж страшно стало. Может, свечку спрятать? А то подумает, Джек, я какие-то здесь ритуалы провожу. Двери закрывай, придурок, блин. Не учили, что ли? Ты опять... Ты что в мешке принес? Кота? Давай быстрее. Че ты так медленно ходишь? Дорогая, пошли спать. Уже поздно. Ладно, слойки. Слойкик. Снейлкик. Погнали спать. Ты помыться не забудь. Ты... Тебя целый день не было. Ты воняешь, наверное. Ты жопа полная просто. Невыносимо. Аж свиньи отказались есть помой. Настолько ты воняешь. Давай быстрее иди. Ну, быстрее, ну, пожалуйста. Разработчику нужно писать письмо, чтобы сделал... НПС, чтобы они ходили быстрее. Потому что это прям... Невыносимо. Он очень медленно идет. Сейчас телепортируется в кровать, да? Пытчуф. Пытчуф. Да. Давайте спать. Сейчас принесут, наверное, этот... Амулет. А у нас еще и петухи есть. Где он? Или это вороны начались симулировать... Куриный... Клич. Здорово, здорово. Амулет мне принесли? Он с проклятием, как я и заказывала? Да-да. А? Коробка? Кто ее здесь оставил? А-а-а. Я положу ее на стол. На этот стол. Положи. Опа. Какой-то древний амулет. О, этот... Выглядит, как какой-то древний амулет. Ни хрена себе она разбирается в реликвиях. А-а-а... Кто мог его здесь оставить? Да, действительно. Какой-то древний амулет. Его нужно просто положить на столе и ничего не делать. Тебе даже в голову не придется, что... Тебе никто не прислал никакие амулеты. И он выглядит древнее. Давайте оставим его дома. Почему бы и нет? Не может ничего случиться плохого же. Правильно? А-а-а... Дорогой? Ты вставал с кровати вообще? Моется, да? Нет, пропал куда-то. Так, куда-то Джек убежал. Джек, наверное, здесь, да? Чпонь. Джек, ты где, блядь? Ты вчера целый день шлялся. Найти тебя не могли? Уехал куда-то непонятно. По бабам, мать. Приехал. Проснулся, тебя опять нет. Куда ты убежал? Где ты делся? Опять в свои перставки играешь, так? Где Джек? О! Дорогой? Все ли в порядке? О-о-о! Ебать! Хе-хе-хе. Привет, дорогая. Амулет такой пиздатый, он как будто из золота. А-а-а... Кто-то оставил его возле двери. Я не знаю, что это такое. О, это может быть какой-то подарок. Ммм, это будет, эээ, для моей, ммм, хорошей удачи. Джек, тебе пизда. Хе-хе-хе-хе-хе. Идиот, да? Еще напянул на себя, ты бы еще в жопе себе заснул. Ебать, не подходи по пушке, придурок, блядь. Дебил! Ебать! Хе-хе-хе-хе. Дорогая, я пойду поохочусь на какое-то животное для нашего обеда. А-а-а, я тебя люблю, будь осторожен. Хе-хе-хе-хе-хе. Так, хорошо. Ну, а, Джек какой-то странный. А-а-а, я покормлюсь свиней, подожди, пока он вернется. Он телепортировался, в лес. Ну, таким ружьем, это по-любому помповое ружье. А-а-а... Дробовик. Это дробовик. Это не ружье, это дробовик. И мне кажется, что он какую-то дичь просто с этого дробовика разнесет просто в дребедень. С этим дробовиком нужно на медведя ходить, либо ходить на кабана. Друг другое животное, из него просто можно изрешетить, и от животного ничего не останется. А если и останется, то... Я не знаю, можно ли потом его есть. Хе-хе-хе. Смотря какую картечь ты, конечно, заправишь дробовик. Но по мелкой цели ты по-любому с него стрелять не будешь. Эй, свиньи! Опять полиэтиленовый пакет. Жрём, жрём. А-а-а... Так. Так, хорошо, я пойду тогда помою посуду. Лады, всё правильно делаешь, девушка. Всё хорошо. Мыть посуду, готовить жрать. Правильно. Не, ну не то, чтобы девушки должны мыть посуду, всегда их готовить жрать. Но они должны делать это первыми. Хе-хе-хе. Так, хорошо, я помыл... Я помыла посуду, я покормила свиней, и мне нужно ждать, пока Джек придёт, да? Дверь. Это, наверное, следующий... Следующая глава под названием «Дверь». Хе-хе-хе-хе. Так. Джек пришёл, нет? Вот он идёт. Ибать, подходи ко мне. Больной на голову, придурок. Ты чего? Принёс что-то, нет? Тебя целый день не было. Я не смог не убить никакого блядского животного. Я так устал, дорогая, я пойду спать. Давай. Стой. Не забудь снять амулет, как ты будешь ложиться спать, придурок. Так, хорошо. Мы целый день не жрали, мы накормили свиней пакетами. И ещё мы помыли посуду. День удался. Я прогрессирую. Я не... Я самообразовываюсь. Я не стою на месте. Он выглядит как-то странно после того, как он надел на себя вот эту херню. Мы тоже будем спать, давайте. Хорошо. Так. Чё-то... Чё-то треснуло. Чё-то треснуло. Джек? Где ты, дорогой? Всё, женщина, пиздать. Жопа полная. Сейчас буду. Музяка началась. Так, блин, чёрт. Не вовремя, конечно, свет отрубили. Да. Блядь. Давайте посмотрим, находится ли он там, для начала, да? А то чердак какой-то странное очень место в этом доме. Мне кажется, с ним что-то связано. Хренакс. Какое-то странное пятно. Я вообще ничего не вижу. Вообще. А, дорогой, куда ты ушёл? Пока это какая-то комната для одного гостя, да? Либо для какого-то ребёнка. Но у нас, скорее всего, ребёнка нет никакого. Так, чё-то треснуло. Я надеюсь, что это не ебало Джека треснуло. От чего-то. Так, это музон? Чё-то чё-то чиркай. Что это такое, блин? Джек, что ты там делаешь? Ибать, джек, ты чё, больной, что ли? Придурок-идиот. Идиот-идиот-идиот-придурок. Придурок-идиот. Какой-то ебалу нарисовал. А, это был сим-символ амулета, да? Так, уже утро. Мне кажется, я схожу с ума. Да нет, дорогая. Опа. А? Плесень? А это, наверное, от влажности. А, вот из-за чего это пятно. Вот, это оказывается... Это вот какая-то кривая тень, а это оказывается плесень. Ммм. Ммм, свет еще не врубили. Так, хорошо. Чё на сегодня по плану, женщина? Возьми пушку, пожалуйста. А-а-а. Так. Хорошо, джек нарисовал какую-то... Хиробору, и потом ее смыл, когда ему заметили. Свет не горит. Так вот, наебуешь, он светлячок, горит же. Хе-хе-хе-хе-хе, до сих пор. О, какой ковер, пизда? Ты только что заметил. Я такое уже видел. Вот это вот паттерн. Так, опять нужно свинья кормить. Выходи из дома, чё ты не выходишь? Чё, нельзя выйти из дома, что ли? О! Здорово. Палец офицер. Сейчас на Джека нажалуется, да? Ну, иди сюда, чё-то. Чё так медленно идешь? Быстрее, давай. Э-э-э. Блин, меня просто убивают. Как медленно ходят люди в этой игре. Добрый вечер. Доброе утро, мадам. Извините, что я вас вот так вот беспокою. Я пришёл сказать вам, что какой-то ребёнок умер вчера. Одну милю от вас, от вас его места зрительства. Доброе утро, полицай. Доброе утро, полицай. А-а-а-а. А-а-а. А-а-а. Люди может... Пока, Мэдисон. А-а-а. А-а-а. И вам хорошего дня. А-а-а. 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 Люди просто ебанутые. Ебать-ка, ты меня напугал. Ещё, ещё, пойдёт ещё раз охотиться на детей. Хе-хе-хе. Я пойду охотиться, дорогая. Я буду скоро. Ладно, хорошо. Хорошо. Но это по-любому Джек. Это по-любому... У меня сомнений нет. Он надел эту херню. А-а-а. Так, Джек начинает пугать меня. Я пойду покормлю свиней. Сколько можно их кормить? Они скоро сдохнут твоих пакетов. Опа. А-а-а. Почему Джек запер эту дверь? А-а-а. Интересно. Так, ладно. А чё, у Джека только у него ключ один, и всё? У тебя нету? Что это за хозяйка такая? У тебя должны быть все ключи? Ты же хозяйственничаешь. Ты же хозяйственничаешь. Так, я попробую отмыть вот эту ебучую плесень со стен. Ладно, погнали. Хорошо. Так. Чтобы отмыть плесень, нам нужна... Чем плесень отмывает? Вот я не помню. Блин, я не помню, чем я отмывал плесень. Я когда-то плесень отмывал от обоев, я не помню, чем я ее отмывал. Что такое... Что такое... А, это... Какая-то тряпка, да? Хринакс. Хорошо. Как будто она сделала с собой какие-то грязные вещи. А не смыла плесень. Просто закрой... Просто закрой глаза и слушай. И представляй себе кое-что. Так, хорошо. Осталось еще одно пятно, да, если я помню. Да, все. Последняя плесень сажала нашу тряпку. И как бы на этом покончили. Хорошо. Что это за... Вот провода, вот какие-то они ужасные. Либо это просто недоработка текстуры. Либо это так было специально, конечно, сделано. Так, свет еще не вернулся. И Джаклана, оно идет, да? Идет он? Да, пришел. Гангстер щит. Криповый, конечно, муженек. Опять плесень появилась, что ли? Сколько можно? Я же ее почистил. Джек, говори что-то, давай. Спать опять пошел. Вообще не будешь ничего мне говорить, да? Да, наверное, спать пойдет вообще. Блин, плесень опять появилась в тех же местах. Мне кажется, это недоработка. Она должна была исчезнуть. Вообще. Женщина, откуда... Ты можешь... Угадывать, что плесень появилась так быстро? Она не могла появиться за вечер так быстро. Да еще в том же самом месте, где она была. Ты же только что счистила. А, он так... Он выглядит очень странно. Это что-то у него в кармане. Как встать до него? Ключи. Ага. Он что-то прячет. Мне нужно посмотреть, что он прячет. Ох, ни хрена себе, сколько плесени. Ты смотри. Охренеть. Вау. Вороны еще прилетели. Страшно, страшно. Так, что он там прячет? За мной не идет? Надеюсь. Опа. Боже мой, Джек, что ты сделал, блядь? Охренеть, какие-то... Дети. Я не знаю, сколько им лет. Это не дети уже, это какие-то мужики. Так, мне нужно возвращаться домой, да? А когда он их, интересно, засунул? Мы всегда наблюдали, когда он приходил через главные вот эти вот ворота. Ну, просто с ружьем, да? Я представляю, он просто... Он, значит, заходит сюда, закладывает все трупы, возвращается, блядь, в лес. И такой выходит, как будто ничем не бывало. Блядь. Жена, а я пришел с охот. Охренеть, сколько ворон. Так, свинь. Мне бы хотелось, конечно, с собой свинью взять в дом. Так было бы безопасней, конечно же. Так, я вангую, что его там больше нет. Его там, блядь, нет. Да, он пропал. Как я ожидал. Из-за куда он делся? Сука, джать, блядь. Ты куда ушел? Давайте искать, что ли. Какая страшная хата. Смотри, все заплесневело. Вообще все. Так, я вангую, что он на чердаке. Но нужно проверить, что его здесь нет на первом этаже. Что мы зря, конечно, не ходили. И очень плохо все видно. Ужасно. Я ничего не вижу. Охренеть. Как темно. Так. Хорошо. Найдем тогда на чердак. Момент истины. Опа, а че? Ага, вот ты, скотина, блядь. Ебать, ты че с пушкой? И все? На этом закончили, что ли? Неделя спустя. Ага. Опа. Опа. Ебать. Женщины, нужно отсюда валить. Плесень очень плоха для здоровья. Кстати. А я, скорее всего, полицейский, да? Я за полицейского играю. Здрасте. Кто-нибудь дома? Ага. Хорошо. Я так понял, что... Ебать, у нас даже кушпец. Ха-ха-ха. Охренеть. Вот это крутяк. Вот это мне нравится. Семь патронов, к сожалению. Почему? Невозможно. Невозможно, чтобы у полицейского были только семь патронов. И они нам не дают выйти. Все. Это путь в один конец. Эй! Кто здесь? Кто-то здесь есть? Алло! Ебать. Охренеть. Так, я ожидаю, что я сейчас буду валить Джека. Иси. Боже, что здесь произошло? Что за херня здесь происходит? О! Трупак. Охренеть. А что это у него во рту? Изувечен? Что у него с глазами? А, Повалой, ну можно взять? Возьми это калибр побольше. Зачем тебе твой маленький глоб? Опа. Помогите мне! Я не могу это больше терпеть. Убей меня! Что с тобой? Ну попросил ее убить, что сделаешь? Застряла женщина в плесени, нужно было ей помочь. Стрельнул в голову, да и все. В голову. Так. Четыре дня ранее, да? Хорошо. Кровушка. Че происходит? Это этот монстр больше не джек. Ему нужно умереть. Ебать! А-а-а! А-а-а! Так. Хорошо. Хе-хе-хе. Заново. А как я его убью? Свечой, что ли, затыкаю? У него должна быть... У него должна была быть пушка в руках. Джек, да, вот он. Ебать! Хе-хе-хе-хе. А че ты так на меня налетел? Ты должен быть идти в коридоре. Че ты на месте стоял, придурок, блядь. Так, я хочу это пройти. Так, а че мне делать? Блядь. Он меня заметил, да? А где он волыну делал? Где она делась? Где он, блядь? Он там стоит до сих пор? Блин, ушел. Так, Джек, этот монстр, и он должен умереть. Куда он ушел? Где он, блядь? Так, хорошо, вот он стоит. А че мне с ним делать? Где волына? Опа. Опа! Это хорошо. Все, да? Нормас? Я справился? Я молодец? Он больше не встанет? Так, Сара должна... Сару заставили убить ее мужа. Или она была вынуждена убить своего мужа. После убийства, после убийства, она была поражена плесенью. Ее кожа начала понемножку гнить. Когда полиция нашла ее, не было шанса ее больше спасти. Она была проклятым амулетом, который не должен быть ником использован. И там не было пути назад. Хорошо. Прикольно. Прикольно. Ха-ха-ха. Весело, ребят. Ха-ха-ха. Все. Ах, совершенно нельзя. Сначала каких-то медиков, чтобы, я не знаю, ее взять на обследование, можно было бы вывести эту плесень. Хотя плесень такая зараза, что хрен ее, конечно же, истребить из тела. Я просто на ходу вспоминаю игру там, где Last of Us. Там же тоже был такой вирус, плесень, который въедался в мозг. И больше нельзя было от него избавиться. По крайней мере, в первой серии. А у Элли был иммунитет. И, в принципе, ей было насрать даже, если у нее... Даже исходя из того, что у нее была плесень. Ну, в этой игре не так. Я не знаю, что это за фильмы. Уже три фильма, уже три серии. Вторая серия была про маяк. Я знаю этот фильм, но я вот до конца не досмотрел. Я не могу убеждать, что тот фильм про маяк именно тот, о котором идется в игре. Но будем думать, что так. Этот фильм плесень, я не знаю, не смотрел. Но без разницы. Игрулечка прикольная. В этот раз получилось покороче, чем остальные серии. Потому что остальные серии были по часу. Я их просто обрезал, чтобы они были короче. Потому что они действительно были очень длинные. Не очень скримерно, но интересно. И даже есть экшон. Можно было пострелять. Сначала в Сару застрелить, потом в Джека с дробовика. Замечательно. А этом все. Поэтому подписывайся на канал. Ставь лайк, комментируй, делись со своими друзьями. Не забывай нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И встретимся в следующей серии. Или в следующей игре. На этом все. Все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok